Вот такой вот индикатор от Blue Sea Systems. Очень классненький, маленький, удобный, но с неким недостатком. В принципе, вы видите, у меня уже стоит два зеленых индикатора здесь. Есть у них еще амбер, ну такой оранжевый. И есть красный, с которого я начал. Значит, в чем крутизна? Крутизна, что вот он такой вот заготовленный в панельку. Они говорят, сверлите дырочку 4,36. Я просверлил 4 и с такой мягкой стороной отверточки туда его вмял. То есть, очень удобное решение в установке и уже имеет резистор. Однако, проблема. Проблема какая? Смотрите, размер провода 26 АВГ. Почему это проблема? Потому что с различного рода разъемами и терминалами неудобно с таким малым проводом работать. Здесь еще место более-менее такое доступное пока что сейчас. Но потом, когда здесь будет все... Я могу как бы просто их там обжать на ответную часть. Не думать о каком-то хорошем, удобном разъеме. Но вот я такой же буду ставить там у себя. И там об этом уже придется думать. Там место не настолько удобное. Всякие терминальные решения и провода, ну там где-то от ВГ-22, 20 начинаются. Вот здесь я подвел 0,75 сюда для них. Вот это такой недостаточек. Зачем мне эти два... Это вот тема по поводу... Здесь все уже завалено сейчас. Энергопотребление. Там у меня два шунта. И я хочу знать, что шунты не разорваны. У меня есть об этом видос. Я такой чек-лист для себя составил. Вот когда они оба горят, то все хорошо. Когда какой-то не горит... Там, короче, большой чек-лист. Видео есть, я ссылку дам. Вот я их вывел сюда. Это очень удобненько, красиво. Люди жалуются, что они светятся слабо. Так это круто. Пускай они светятся слабо и не светят в лицо, когда не надо. Вечером, например. Как здесь еще написано, да, что может в любую толщину материала монтироваться. Это тоже круто. Потому что, естественно, если вы просто нажатием его туда устанавливаете, еще раз напомню, как он выглядит. Вот так вот. Да, ну конусная, видно, пресс-форма сделана. То реально толщина материала не имеет значения. Можно... Может быть очень толстая проводов достаточно. И может быть тонкая тоже, в принципе. Я решил здесь вообще с коннекторами сильно не заморачиваться. Сейчас объясню, почему. И я заранее приобрел вот такие штуки. Вы их знаете, конечно же. Бат-сплайс коннектор называется. По-английски, по-русски не имею представления вообще. Стыковые соединения переводятся, не знаю. Но самое главное, самое тяжелое, которое самое сложное достать, это вот под маленькие. Вот это от 0,2 до 0,5 миллиметров. Под маленькие, чтобы еще и качественные были. Это какой-то производитель Хес Чен. Там написано Made in China. Я не знаю, это Made in China немецкая или это вообще китайская продается. Но выглядят они очень неплохо. Сейчас я впервые их попробую. И синий их. Тут такая реально термоусадочная трубка такая твердая. И материал там толстый внутри. Выглядит хорошо. Я видел много разных китайских дурацких. Вот. Возможно, это все-таки немцы контролируют это производство. Не знаю. Вот это вот от 0,2 до 0,5 миллиметров. То, что тяжело достать. ВВГ, ну, 0,2 это явно будет, подойдет. А вот 0,5 и у меня там 0,75 вот здесь. Но я уже попробовал, натягивается. В общем, попробую их. Почему так? Потому что в случае чего, вот у меня здесь запас получается по проводам, я могу резануть и переделать заново. Посмотрим, как работает. Тут еще подписал, да? Значит, катод, катод, катод. Ано туда у меня первого светодиода на кабеле номер один, второго на кабеле номер два, три. И вот этот, это земли. Надо еще выяснить. Ну, наверное, желтые здесь земли. Да, норм. Я сейчас буду доделать это и одновременно комментировать. Но, в принципе, уже можете лайкать, свои комментарии оставлять и подписываться. Вот. А я покомментирую процесс и еще немножко про эти и про инструмент расскажу. Значит, да, хорошие эти оказались. Я поставлю ссылку. Не ссылку, точнее, название их дам. Может быть, еще где-то их можно найти в другом месте. Потому что качество реально, реально отличается от обычного барахла китайского. По инструменту, базовый инструмент, ну, естественно, брендовый, Книпикс, здесь работает. Сейчас вот я вам покажу. Значит, я его просто здесь обжал. Да, он, смотрите. То есть, у него тут еще в губках остается место. Но, при этом, этот обжим достаточный для того, чтобы не выскакивало. Я достаточно сильно жму, но не так, чтобы порвать провод. Провод все-таки слабенький. Так что с фокусировкой не в том месте, по-моему. Вот. Значит, про этот, вообще про инструмент и про терминалы подобного плана, про обжим, у меня целый видос. Есть или будет. С рук поставлю. Или подписывайтесь. Или просто ищите на канале. Значит, здесь вот эти AVG26 ок. Обжалось. Даже базовым инструментом. Так, это у нас что? Это у нас минус. Да, желтый у них минус. Вот. Сейчас, значит, зачистим мы его. Здесь на 18 зачищается. Где-то так вот примерно там получается. Надо так, чтобы там где-то миллиметрик оставался, чтобы полностью заполнял кабель. Но вы видели, что он полностью там уперся. Очень хорошо. Короче, 0,75 в них тоже входит. Хотя они до 0,5. Ну и, соответственно, я этим же первым жму. А потом я еще и все остальные недожатые места поджимаю. В общем, супер. Отлично. То есть, если мне его надо будет отремонтировать, я режу где-нибудь тут. У меня достаточно по проводу и там, и там. Я тут ничего не залочил таким образом, интересно, себе на проходе. Не подумал об этом. Возможно. Вот. Ну и мы ее усаживаем. Да, по усадке. Усадка тоже. Терминал и терминал рознь. Здесь она хорошо даже на этот тонкий усаживается. Не знаю, сейчас шумодав там не будет подавлять то, что я говорю. И не знаю, видите ли вы или нет. С прозрачными очень классно работать. Видно, когда там клей наполнил провод, скажем так, и герметизировал. Вот. Значит. Все. Она усадилась. Все окей. Вот. Замечательно. Замечательный, короче, и эти бат-сплайсы. Вот. И светодиоды. Такая небольшая заметочка, в общем-то, про эти светодиоды. Не знаю, насколько небольшая. Еще намонтирую. Потом увижу. Сейчас я это буду доделывать для английской версии. А так, в принципе, все. Как я сделаю там сзади, где не так удобно, и вообще не подлезть, да, туда, в зад, никак. Я пока еще представления не имею. Там я не смогу возиться, как здесь удобно. Но, наверное, уже в это видео не пойдет. Еще раз комментарии, подписочки, лайки. А что нет? Если хотите какой-нибудь контент по много чего интересному, так надо подписаться. Ладно, давайте пока. Субтитры сделал DimaTorzok